Весной нынешнего года Брестская детская областная больница отметила полувековой юбилей. Основанная в 1968 году, она была рассчитана на 270 коек. Сегодня здесь получает лечение 417 маленьких пациентов со всей области. В среднем за год через отделение больницы проходит около 24 тысяч детей. Открытие после реконструкции приемного и травматолого-ортопедического отделения, а также современного пищеблока, позволят значительно улучшить качество медицинского обслуживания. У нас есть хороший персонал, хорошие умные специалисты, полностью укомплектованы штаты. И если мы еще улучшим материально-техническую базу, это все только поможет улучшить здоровье наших детей. А наша Брестская область, она, наверное, самая молодая. И количество детей больше, чем в остальных областях республики. Ремонтные работы в отделениях и пищеблоке велись больше года. Из областного бюджета на модернизацию выделили 2 миллиона белорусских рублей. Результат – дополнительно организованная работа двух медицинских постов, что увеличило пропускную способность приемного отделения и пять новых диагностических боксов для временного пребывания детей с родителями. Общее число обращений за год составляет 25 тысяч пациентов. Хотя еще лет 25-30 это число было около 8 тысяч. Ну, в город растет, соответственно, и проблемы у людей, и детского населения, конечно, возникают гораздо чаще, чем раньше. Поэтому мы отремонтировали пять диагностических боксов. Там есть возможность положить ребенка на короткий период времени, провести необходимые диагностические обследования и поставить правильный диагноз. Питание – важная часть лечения, поэтому кардинальную реконструкцию провели и в больничном пищеблоке. Все технологическое оборудование заменено на новое. Оно стало более современным и эргономичным. Появились дополнительные возможности для приготовления пищи. Со стороны руководства области пищеблок получил самую высокую оценку. Я его видел до ремонта, и вот после ремонта, уже и не первый раз даже, я скажу, конечно, это, ну, как говорит молодежь, это космос. Вот это действительно так. Сегодня стоит современное оборудование, вот, прекрасная плитка. Ну, в общем-то, все условия созданы для того, чтобы в нормальных условиях работать и приготавливать, ну, вкусную и безопасную пищу для наших деток. Настоящим сюрпризом не только для маленьких пациентов, но и для родителей стало реконструированное травматолого-ортопедическое отделение. После привычных серо-голубых оттенков больничных палат медики устроили здесь настоящую цветотерапию. Цветовую гамму мы выбирали сами, вот, при участии нашего руководства, конечно, не без этого, но, тем не менее, нам, ну, мы считаем, что в детской больнице должен быть яркий цвет. У нас пятый этаж, мы близко к солнцу, поэтому хорошие яркие цвета добавляют настроение и персоналу, и пациентам, поэтому быстрее идет процесс выздоровления. Уютные двухместные палаты и бытовые помещения сегодня больше похожи на санаторий, а просторная игровая комната на развлекательный центр, где с ребенком занимается штатный воспитатель или проводит время родители. Отдельная палата, двое у нас человек там лежит, ну, две мамы, два малыша, вот, кормят неплохо, везде так светло, красиво, очень желтый цвет, очень такой яркий, позитивный, вот, в палатах, ну, тоже все есть. Мы сюда сегодня первый раз, конечно, пришли, потому что до этого, ну, малышка боялась выходить. Вот, здесь нам тоже нравится, здесь занимаются с детками, вот мы складывали тут игрушечки, так вот, все тут, как бы, ну, хватает всего для игры. Ну, как бы, хорошо. Сегодня отделение работает в штатном режиме, ежегодно здесь проходит лечение больше одной тысячи пациентов из Бреста и области, проводится до 600 операций. На сегодняшний день отделение компьютеризировано, вот, мы работаем в программе «Е-доктор», то есть на сегодняшний день это можно отследить судьбу пациента, можно проанализировать какие-то данные, какие-то текущие данные, либо прошлые какие-то результаты, поэтому программа позволяет нам намного оперативнее оказывать помощь. Вместе с тем программой развития детской больницы предусмотрено строительство нового корпуса на 120 коек. Уже идут проектные работы. Реализовать намеченное планируется через два года. Продолжение следует...